Две акции против российской оккупации прошли в центре Тбилиси в понедельник 25 февраля у здания бывшего парламента Грузии. В целом в них приняло участие около 200 представителей общественности и неправительственных организаций. Представители грузинского национально-освободительного движения «Единый фронт. Деоккупация и освобождение» на свои акции в знак протеста против российской политики сожгли изображение государственного флага Российской Федерации. «Красная армия, русская Красная армия оккупировала Грузию. Получилось что? Что после этого дня Грузия потеряла 20 век. И знаете, главная трагедия Грузии, главная трагедия Грузии, это не 1937 год. Возможно, это огромная трагедия, но начало этой трагедии это 25 февраля 1921 года». «25 февраля в Тбилиси вошли части Красной армии. Над городом был поднят красный флаг. И этот день принято считать днем советской оккупации Грузии. Два наших региона по-прежнему остаются под российской оккупацией. Это Абхазия, это Сеневарский регион. Но я думаю, что так же, как Россия была вынуждена уйти из большей части Грузии, так она со временем уйдет и из оставшихся наших двух уголков, которые пока еще удерживают». Позже на акции грузино-национально-освободительного движения один из его лидеров Иракли Церетель зачитал заявление от имени Единого фронта, где Россия была названа страной-агрессором и правительству Грузии было выражено требование придерживаться принципиальной политики в грузино-российских отношениях, направленной на деоккупацию, выводы российских войск с грузинской территории и восстановление единства страны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...